Девушки отдыхают Вы везучие люди Я не знаю, как бы лорд Менас был одурачен людьми вроде вас, но я за вами присматриваю Люди в лагере? Короля демонов? Теперь я видел всё Ничего не трогайте Мне ещё не пропускать никуда На лагере? По виду большой Наверное вам следует идти туда же, куда и лорд Менас И изучать, что происходит на... Ну раз вас так интересует быть солдат демонов Я расскажу вам про себя Я родился 60 лет назад, что делает меня относительно молодым для демонов Мы живём немного дольше Лю... Людей, если что Моё дед... Так, детство в демонии было довольно мирным Конечно, было пара воина с... Так, с прежним императором Но ничего серьёзного Обычная рутина и всё такое Люди и демоны никогда не... Никогда особо не дружили Что напоминает... Так, мне о том, что когда-то у меня был друг-человек Ох... Он был совсем... Не... Не похож на вас Но... Мы хорошо проводили время вместе Наверное, именно поэтому я говорил вам всё это Вообще-то, я хотел сказать... Я не помню, да, и... Неважно Спасибо, что пришли и заговорили со мной Приятно так с кем-нибудь поболтать Другие демоны не любят говорить со мной Поэтому, что я слишком много говорю Как будто... Любовь к разговорам это недостаток Ну, конечно, я люблю поговорить с такими, кто подходит ко мне Но зачем они быстро уходят? Вы не знаете Почему? Нет, конечно, вы не знаете Ещё, судя по всему, я забываю, что я уже видел их И поэтому говорю снова одно и то же Можете поверить Я, к примеру, верю, потому что я не знаю, знаете ли вы или нет Ну, всё, делают то же самое Это довольно странно, верно? Интересно, а может это как-то не раскрывает загадка или вселенский тайный смысл? Может мы всего лишь роботы, которые говорим то, что кто-то написал? Да, я знаю, это полночёжно, но почему бы и нет, верно? В конце концов, величайшие прорывы науки основаны на самых безумных теориях Ладно, думаю, я закончил Так, лес, лес, лес Да, демония какая-то большая О, а там нормальная территория пошла Вы не голодны? Я, да А вы смотрите весьма аппетитно Ха-ха-ха Я даже не собирался вас есть Ну, вы наверняка рассказываете подобные истории детворе, верно? Нет Ваши друзья-люди напали на нас внезапно Несмотря на десятилетние перемирия Как они могут быть настолько трусливыми? То, с кем дружит лорд Менос, то друг и для меня Что вам нужно? Купить Бронзовый меч Атака минус 11 То есть, понимаете, у нас настолько охерительный меч, что там, там ангел жестко Бронзовая Там, блин, я ничего не буду покупать Старый меч Там, пускай лежит Возвращается в любое время Хотя я могу купить, чтобы было Война Давайте купим Купить Купить бронзовую, да Ну, типа я куплю все, чтобы у меня все было Сняв ее, вы сможете подпрыгнуть на 3 метра Вверх Выглядит красиво Но он чертовски тяжелый Возвращайся с любое время Так, а теперь мы с вами должны Сменить меч Подожди Пускай будет, почему нет Скажите Да, мне либо лодочка, но подобно, что такого вы должны дать Потому что Куда-то, наверное, мы должны отправиться Никогда Никогда больше не поверю людям Только не после нападения Во время перемирия Так, ладно Мне кажется, что-то будет Может быть Хер его знает Только если вы не шпионы Если вам верить, лорд Менас Тогда я верю Отец, я вернулся Арт... так Артур... Артус Менас, сын мой Я думал, что уже потерял тебя Когда имперские войска Объединились с чародями И вдруг атаковали нас Несмотря на 10 лет перемирия Именно ты задержал их И позволил нам сбежать Я лишь выполнял долг Генерала армии нашего народа Я должен был защитить на вас Ты выполнил свой долг Я знаю это Текущая ситуация ужасна После внезапного нападения Императорских войск Мы отделились от оставшейся части армии Я пытался собрать все войска Войска здесь Но мы слишком далеко Мощь чародеев Слишком огромная Отец Мы должны бороться Я знаю Но Все слишком плохо началось Я боюсь демония Будет атаковано до того Как мы успеем туда добраться И защитить После веков сосуществования Люди Так, похоже Решили нас истребить Мы не можем этого допустить Не все люди злые Я знаю это Так Я знал это Во время моего Посещения Дженова Я рад, что у тебя появились Друзья в эти темные времена Отец Кое-что еще Империя Они построили нечто Что они называют Орудием Я еще не определил Его источник энергии Но у него Разрушительная мощность Если они используют его Против нас Все наше королевство Будет стерто с лица земли Мне доводилось Слышать Историю Об этом Орудии Но я не думал И так Если То, что ты говоришь Правда Тогда мы должны Помешать им Его использовать И не позволю им Пере Так Умерить моему народу Отец Папа Папа Ты вернулся Я знал, что ты жив А, Рен Это как раз Тот челик Который Мы встретили С двумя сестрами Или это два брата Хер его знает Рена Сын мой Прости меня Наверное Мое Отсутствие Принесло тебе Мало горя Нис Нисколечки Я даже Не плакал Я знал, что Мой папа Самый сильный Ха-ха Да, твой отец И вправду Очень сильный Он Он убил Всех тех Злых людей И вернулся домой Да Эти люди Твои пленники Папа Нет Это хорошие люди Я даже могу Назвать их Друзьями Хорошие Люди Но ведь Не существует Хороших людей Ха-ха О, видишь Когда вырастешь Я надеюсь Что у тебя Тоже будут Друзья Среди людей Никогда Мисс Фина Дискриминатор Простите его Он еще всего лишь Ребенок И для него Все люди Враги Я понимаю Ну и есть Если дети Так Дети людей И дети Демонов Верят Мифам Возможно Ли мир Между нашими Народами Чуть не забыл Вы же Пришли сюда Не Так Не истории Слушать Я отведу вас К Манжелиту Он находится К северу От лагеря На Утесе Не ответил На мой вопрос Ну скорее всего Он ответит Это позже Так давайте С этим еще поговорим Ты словно Супергерой Но ты Человек Странно Люди Демоны Друзья Как наивно Спасибо за то Что ты Помогли Моему сыну Сбежать Королевство Демонов Так Демония Вовек Не забудет А мне нужно Связаться С лот Лотеером Нам необходимо Избежать Этой Катастрофы Так Окидоки Че нам Все таки Ааа Наверху Там где Трава была Вот да Вот сюда Вот Проходик Есть Почему Злай Трава Именно здесь Типа Это Злой лес Распространяется Как-то Так Это Моджолит О котором Я говорил Определенно Это Моджолит На нем В игре Такие же Символы Как и на том Что Отправит Нас Сюда Но я Я не знаю Как его Активировать Активировать Моджолиты Это не более Чем памятники Древней цивилизации Моджи И у них Нет никакой цели Что Что это Что это Было Папа Это Империя Шароди Атаковали Лагерь Что Как они Нас Нашли Найти их Ни один Член Королевской Семьи Демонов Не Должно Уйти А вот Вы где Великий Магус Беги Сынок Беги Менос Демония Сын Короля Артуса Нас Леник Трона Стоит Поблагодарить Тебя За это Меня Нет Как ты Скорее Чуть Всего Из-за Ошельника Как я Нашел Тебя Ох Это Было Нетрудно Хотя Я не Думал Что Ты Пойдешь Через Призрачный Лес Но Когда Ты Выжил Мне Осталось Лишь Проследить За Тобой Гадай Откуда Ты Выйдешь И Вот Я Здесь Что Я Надел Это Все Моя Вина О Не Переживай Твое Отчаяние Не Продлится Долго Осторожнее Долго Долго Отправляемся Еще Другое Время Они Исчезли Как это Возможно Найти Их Они Не могли Уйти далеко Так Подождите Мы Были В 16 Бит Мир Это 8 Бит Мир Вау Прикидай Четырехбитный Вау Хо Хо Да Ладно Вау Трехмерный Мир Привет Ну и Чем Это Ты тут Занимаешься Ты же Не хотел Воспользоваться Тем Что Я Где Мы Вообще Маджолит Он Сработал Когда Чародей Уничтожил Его Это Значит Что Мы Снова Дом Ну Я Надеюсь На Это У меня Такое Старное Ощущение Объема Как В тот День Когда Я Наел Шоколада Но Без Боли В Животе Ты чувствуешь То же самое Шмяки Странно Ведь мы Оба Не ели Шоколадного Мусса Неважно Хватит Уже О шоколадном Муссе Маджолит Перестал Работать Нахера Как он Выглядит Даймон Этот Менос Как Выглядит Куда Подевались Чародеи И мой Сын Где он Менос Вообще Это Немного Сложно С чем Начать Что ты имеешь ввиду Сложно Они все мертвы В это дело Ну Подожди Дай мне объясниться Это будет Непросто Мы Мы не в том Времени В котором Были Ошибки Я пришли Из настоящего Я имею ввиду Что для тебя Это будущее Но для нас Твое настоящее Наше прошлое Не уверена Что объясняю Понятно Я ничего не понимаю Они все мертвы Это Ты пытаешься Мне сказать Некоторым Вроде Да Или просто Они стали Старше Я отказываюсь Продолжать Этот разговор Я должен найти Своего сына И спасти Своего отца Думаю Мне Нужен Новый подход Мы не можем Оставить его Одному Ошеньке Да Это я понимаю Ооо Как же это выглядит Подожди Она пуляет Шар какой-то Так Пойди Даже на видео Было отрендериться Поэтому Может быть Какие-то Быть фрезы А ну-ка Да Она пуляет Какую-то сферу Знаете Так как выглядит Все странно Менас В 1050 году Наши лорд Здесь Мы Демоны Были уничтожены Император Лотейрн И его войсками Надпись на этой статуе Как это возможно Именно это я и пыталась Объяснить Менас Можелит Мы путешествуем Во времени Шимки и я Пришли из года 1999 Почти через 50 лет После поражения Демонов Несчастливый случай Привел нас в твое время И империя захватила нас А когда великий магус Уничтожил младжелит Из него что-то вышло Думаю Это что-то Перенесло нас сюда Я очень хочу Чтобы Мы вернулись домой Но все кажется Что мы В другом Временном периоде Все это кажется Невозможным И все же Это статуя Но Почему Какой смысл Наших жизней Если все уже написано Я тоже Мало что понимаю Но взгляни на Шимки Он продолжает Сражаться Несмотря ни на что Сначала я боялась Что Мы заблудились Но следуя за Шимки Я начал понимать Жизнь Это Это настоящий момент Это то время Где ты Сейчас есть Я не знаю Случилось ли это уже В прошлое И можно ли Изменить будущее Но я знаю Что существует Прямо Так Что существую Прямо здесь Прямо сейчас Это только Я здесь И сейчас Именно Шимки Заставил меня Сознать это Поэтому я Больше не боюсь Хотя крысы И грибы Все еще Пугают меня Меня это Не убедило Мой народ Был завоеван И я не должен Быть здесь Мой сын Что с ним стало Вместо того Чтобы задавать Себе Эти вопросы Мы должны Пойти Поискать Другой Моджолит Если сможем Вернуться В прошлое Тогда ты сможешь Вернуться В свое время Давай Завоимся этим А не будем Задаваться Вопросами Да когда Не можем Найти ответы Эй Я говорю Как взрослые Шимки Хи-хи-хи Не знаю Могу ли я Стать таким сильным Как Дискриминатор Или мисс Фина Но я сделаю Все возможное Так а давайте Я посмотрю Как он выглядит В этом мире Эээ Смотрите А тени Похожи на Изображение лица Лайка давайте Посмотрим Как вообще Будет Проходить Сыр Вау Палатка Би-би Ммм О что за красавчик А народ Клинит Так Кличит меня Бабка и Би-би Но у меня В сердце Юной девушки К тому же Я не такая Старая Так что Если что Можешь Пригласить Мне куда-нибудь Мы можем Прогуляться За Зельями Можем Пару раз Если Селенок Хватит Да кстати О зельях Чем могу Помочь Дорогуша Пробудить Союзника Ты хоть знаешь О чем Меня просишь Мой маленький Персик Персиковый Коблер Во первых Я могу провести Пробуждение Только если ты Перенесешь мне Достаточно Маны Маны Это Жизненная энергия Невероятного Редкого Редкой штука И даже тогда Если пробужденная Личность Не готова Принять Пробуждение Она умрет В любом Случа У меня Нет Так У меня Не хватает Сила Или Маны Приходи Позже Мой Изголодавшийся По любви Вампир Чем могу Помочь Дорогуша Купить Зелем Надеюсь Ты принесешь Мне хороший Образец Мой Милый Сладкий Медвежонок Типа Мне нужно Давать Эти Жиши Бабка Биби Устроила Тебе Самое Лучшее Зелье Зелье Восстанавливающая Половину Узы Вспомни Обо мне Когда Твои Прекрасные Губки Прикоснутся К бутылке Ха-ха Чему Помочь Дорогуша Так Надеюсь Ты принесешь Мне хорошие Образец Милый Сладкий Державок Давайте Короче Красную Жижу Тогда Используй Биби Устроила Тебе Самое Лучшее Зелье Вы Получили Красное Зелье Восстанавливаю Так Полностью Восстанавливаю Здоровье Короче Жи А ну-ка И что мне Потронно С этим делать Мой БФГ 9000 Чем могу Помочь Подожди Как они Как они Общие Короче Как я Понял Использование Для Зелья Это Ладно Чем Все Я понял Скоро Увидимся Мою резиновую Птеночек Так Запомнили Шабабка Биби Блин Вот она На кого-то Тоже Похож Потому что Шарики Было Какое-то Аниме Там Тоже Такое Было Не Выглядит Довольно Все Красиво Прикольно Призрачный Лес Ну пойдем Посмотрим Что Стало Если Наткнешься На Босса Не Судя Его По Внешности Некоторые Называют Его Монстром Но Только Потому что Не Знают Его К тому же Он Хороше Заботится О Нас Без Него Мы Были Б Зарядными Ворами О Новобранец Не Волнуйся Работа Очень Простая Мы Просто Находим Так Находим То Что Запрещено В столице И Перепродаваем Людям Которые Это Нужно Это Не Слишком Опасно Конечно Если Тебе Не Поймают Ополчение Блин Теперь Сложно Будет Понять Что А Кустики Тогда Я не знаю И хп Поменяли Внешний вид Давайте Посмотрим Что Здесь В лесу Скорее Всего Босс Является Тот Челик С В последний раз Говорили Так Сразу Давайте Камни Нет Так Это Нечитаемые Что Объекты Раньше Я Жил В Джунове И Мечтал Стать Торговцем Но Я Быстро Освоил Что Торговцами Становили Лишь Сыновья Торговцев И Поэтому Пришел Сюда Если Подумать Наша Работа Немного Похожа На деятельность Торговцев Не говоря Ничего Плохого Про босса О Наш Спаситель Среди нас Полно Сыновей Пиратов Давным-давно На нашей Острове Произошло Извержение Вулкана Босс Принял Нас И научил Новые Торговли Новая Торговля А может Это как раз Те пираты Которые Иговорились Босс Вырос Здесь Поэтому Сильно Привязался К лесу Лично Мне Он Сначала Казался Немного Угрюмым Но Со временем Я привык Что? Призраки? Ты ведь знаешь Что призраков Не существует Верно? Походу Теперь Да Их Не существует Если Де Нужен Босс Я боюсь Что у него Плохие настроения Он отправился Отдохнуть В логово Лучше Его не беспокоить Пока В Так Настроению У него Всплечевый характер И к тому же В его голове Полны полном Чертов Ловушек Хотя Сам решаем Я тебя Предупредил Ну Мы с вами По-любому Сходим туда Блин Вот теперь Как мне Секреточки Искать Ну Типа Бьет Он Довольно Быстро Ну Погнали Денежка У нас есть Мы Закупились Нормально Все Вау Место Большое На самом деле Здесь Тяжко Это Понять Это Куда Мне Идти Сейчас Типа У них По-две Жизни Во-не Ваш Ум Ох Ох Место Нормой Идти Место Ох Место Нормой Место Место Ох Ох Да Ох Щ Место Ох короче уничтожить их я только могу с помощью камней левел ап ой щас мне коснут ой-ой-ой короче да я примерно понял но это блин сложно и это действительно сложно на самом деле так как не тебя челик одолеть уявляя там паук сверху лазит а с помощью здоровяка можно их уничтожать хорошо запомнил я фигня понимаете в том что здесь сложно воспринимать мир и окружающих врагов красная жижа да это сложно это не со скелетов это сжижки на телан я назад тогда вернусь посмотрю что с той стороны а а а а а а они быстры здесь мне кажется стенку можно сломать так на это все посмотреть типа зачем сидеть мостик ну им просто спину беда и все я просто везет то что у меня меч все-таки хороший хорошо что его создал влияние за может давайте на этом я думаю закончим с вами в следующей серии продолжим да давайте тогда думал от вас поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока